Всем привет дорогие друзья, с вами Механик и сегодня я нашел реально заброшенную тачку, вы только посмотрите на это. Вот здесь в кустах она простояла последние несколько лет, может быть даже десятков лет, посмотрите на ее состояние. Разбитая, вся покоцанная, вся ржавая, но при этом не сломленная, она реально заводится. И сейчас мы повезем ее с вами восстанавливать, сделаем из нее реально конфетку, ну я надеюсь. Так, погнали в салончик, салон вот у нас такой, сейчас самое главное выехать отсюда. Я попробовал назад, она вроде как тронула, сейчас попробуем чуть-чуть, чуть-чуть вперед, ну-ка. Так, руль повернулся, да, да-да-да-да-да, катится, катится вперед. Так, надо немного назад, чтобы здесь не врезаться в стену, потому что она очень близко с той стороной стоит. Так, дергает назад, конечно, но вот так вот, отлично, отлично, стоп. Сейчас осмотрим ее со всех сторон. Так, ну капот, понятное дело, у нас как бы жестко помято. Здесь крыло тоже помято, здесь крыло тоже помято. Задок, че? Блин, заднее крыло помято, дверь помята, задний бампер, задняя крышка багажника, задние фонари. И вся тачка покоцанная, вся ржавая, но она не менее от этого классная, потому что это, ну, судя по шильдику, это М5. Я не знаю, так это на самом деле или нет. В любом случае, мы сейчас ее... Слушайте, а на ней диски жирные, смотрите, это Борбеты, или Борбеты, как правильно. Это крутые диски, на самом деле немецкие. В общем, поехали, отвезем ее в гараж и попробуем ее сейчас восстановить. Так, сможем ли мы вообще здесь проехать или нет, я не знаю. Дружище, хочешь поиграть в любимую игру, но не хочешь тратить много денег? Тогда переходи по ссылочке в описании. Попадай в магазин механика и покупай любимую игру реально за копейки. И обязательно, обязательно участвуй в нашей акции. Нажимай сюда на подарок и получай гарантированный подарок за любую покупку. Торопись, предложение ограничено. Ссылка в описании. Так, я здесь немного даже развернулся. Сейчас попробуем как-то отсюда выехать. Наверное, вот где-то по бережочку. Но пока едет, пока все хорошо. Не будем испытывать судьбу. Не буду я топить жестко на ней. Хотя, наверное, она и не сможет топить жестко. Но в любом случае, поехали. Так, наверное, здесь где-то сможем мы проехать, да? Ага, вот он. Так, отлично. Все, 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 давай, давай, давай. Так, мы красавчики уже. Здесь между камешком и палкой. Вроде там никого нет. Все, выезжаем на трассу и поперли. Неплохо она едет. Звук такой пердячий какой-то. Видимо, с мотором все-таки какие-то проблемы есть. И... Да, и с коробкой проблемы, она не переключается вообще. Всего 4 тысячи оборотов. Тухлый номер, вообще не переключается. Скорость 40 километров в час. Ну ладно, сейчас попробуем побольше. Типа, 5 тысяч оборотов. Должна же коробка переключиться? Вообще не переключается, елки-палки. Вообще не переключается. Может быть, 6 тысяч оборотов. Но это... Оооо! Аж отстрелы, слушайте, отстрелы. Мне больно слушать такой звук, потому что мотор явно не в порядке. Он прям... Он тарахтит прям, это слышно. В любом случае, нам нужно хоть как, но доехать до гаража вообще без вариантов. Надо сейчас по карте будет посмотреть, правильно я еду или неправильно. Ну, вроде как... Вроде как тут одна дорога. Ну, типа, пока нет никаких развилок, поэтому едем. А там уже будет видно. Так, уже темнеет. И тут скользко, как бы. Поэтому топить в любом случае не вариант. Она на летней резине, к тому же. Это вдвойне опасно. Так, вот есть какой-то поворот. Давайте-ка посмотрим, куда мне правильно ехать. Так, мне надо... А, так мне надо прямо. Прямо, прямо. Просто прямо ехать, и я доеду до дома. Ну, шикарно тогда. Ух ты, летаю тут, смотрите. Жестко, жестко кто-то топит. Но я пока не могу себе этого позволить. Но вот после того, как я ее восстановлю, просто в идеал новые детали. Новые детали двигателя. Все абсолютно новое. Надо сюда поставить. Новые покрышки. Может быть, даже колеса другие. Типа оригинальные какие-нибудь. Потому что это же не оригинал. Надо какие-то оригинальные, которые вот были прямо в ней. Слушайте, мы едем 60 км в час. У нас 6,5 тысяч оборотов. Но коробка не хочет переключаться. Да, все, так и будем, походу, на первый ехать. Просто добивать мотор будем. Жалко, конечно, но а куда деваться-то? Я не вижу выхода никакого из этой ситуации. Ну, 6,5 тысяч. Ну, должна же она переключиться уже была. Но пока этим даже не пахнет. О, да, переключилась. Отлично, отлично. Коробочка переключилась. И у нас скорость уже 80. Не знаю, что по тормозам, кстати. Но я не хочу проверять. Потому что пока дорога позволяет ехать эти 80, надо ехать. Иначе мы реально можем прям очень жестко встрять. Именно потому что не будет переключаться. Вдруг коробка сломанная. Вдруг она сейчас на последнем издыхании работает. Надо ехать. Просто надо ехать. Не знаю, долгое осталось там или нет. Вроде как до последнего надо прямо ехать. Потом дорога должна куда-то повернуть. И потом мы что-то там как-то куда-то. Короче, не знаю. Сейчас будем на месте разбираться. Уже, уже ночь настала. Уже реально ночь настала. Это, это такое себе. Потому что хотелось бы, конечно, чтобы днем это все завершить. Как бы днем доехать. Потому что ночью. Так, а вон город, по ходу дела. Мы, наверное, приближаемся. Наверное, гараж-то где-то здесь уже. Так, въезжаем в город. Просто я еще не привык к этой Англии. Здесь и движение вот это правостороннее непонятное для меня. И все такие улицы типа одинаковые. Так, ну-ка. Вот этот, по-моему, поворот. Так, ну-ка сюда, наверное, нужно мне. Я надеюсь, что я правильно пойду. Потому что у нас коробка опять в аварии упала. Опять только на первой передаче. Так. Не знаю, туда еду или не туда. Ну, вон какие-то дома. Возможно, правильно еду. Блин, я не знаю вообще, типа, правильно или неправильно. Куда ехать-то тут? Еще ночи-то не видно вообще нифига. Давайте все-таки ознакомимся с картой. Так, да, все правильно я еду. И с левой стороны. Короче, до первого поворота налево. Потом еще раз налево. И все. И приехал. Налево, еще раз налево. Поняли? Запомнили? Все. Молодцы, молодцы. Сейчас мы ее восстановим. Я даже уже в голове цвет вижу такой. Она должна быть прям, мне кажется, прям ярко-красная такая. Кайфовая. Ну, может быть и нет. Посмотрим, какие вообще, какие цвета нам могут предложить. Но я думаю, что красный должен неплохо смотреться с этим кузовом. Коробку по-любому надо вот починить. Я думаю, что все будет гораздо лучше, если мы сможем это сделать. Так, первый поворот налево. И еще поворот налево. Вот он. Вот же он. Вот же он, мой любимый гараж. Так, все. В дом. В дом. В гараж. В дом, в гараж сразу же. Фух. Но машина, конечно, в ужасном состоянии. Вы сами могли это заметить. Так, теперь гараж. И сразу идем в модификации, в мастерскую. Так, для начала, что мы сделаем? Нам нужно посмотреть, оригинальные бампера есть они или нет. Так. Ну, вот этот, кстати, больше похож на эмочный бампер, чем вот это. Это обычный бампер. Вот это эмочный. Больше похож на него, по крайней мере. Так, что сзади? А, сзади у нас спойлерок есть вот этот. Но, честно говоря, мне кажется, без него, может быть, даже и лучше будет она смотреться. Потому что с ним, ну... Ну... Ну, не знаю. Ну, можно оставить его. Так, что по заднему бамперу? О-о-о-о! Все понятно. Пороги. Не, ну пороги, это, конечно, колхоз просто. Так. С этим все понятно. Давайте по мотору пробежимся просто. Хотя бы воздушный фильтр по-любому надо поменять. Так, это что у нас? Впускной коллектор. Не, впускной не надо менять. Вот форсунки обязательно нужно поменять. Так, вот типа форсунки есть. Катушки зажигания обязательно поменять. Выхлоп. Надо, наверное, все-таки, да, менять выхлоп, потому что этот пердит жестко очень. Распредвалы, сами валы, наверное, не надо менять. Вот ремень, ремень можно поменять. Клапана, типа. Настройка клапанов, как там регулировка. Блок, вроде как, в более-менее нормальном состоянии. Но можно его, наверное, чуть... Или расточить, может быть, блок, да? Что мы можем делать? Расточить блок под новые поршни. Тогда новые поршни. Это что такое у нас? Система охлаждения. Вот система охлаждения новая обязательно нужна, это же BMW. Маховик. Ну, просто-просто обновленный маховик, просто новенький. По деньгам вы видите, сколько уже это вылилось. Так, тормоза по-любому нужны. Новые просто тормоза. Подвеска 100% надо, потому что это вся убитая. Даже вот с занижением есть. Ну, типа, я не знаю. Наверное, вот обычную вот эту с небольшим занижением возьму. Так, здесь стабилизаторы. Ну, типа, просто новый возьмем. Передний хотя бы. Что по сцеплению у нас. Новый комплект, потому что иначе синхронизаторы коробки, наверное, не нужно. Потому что, я думаю, все-таки не так все плохо. Кардан. Только вот эти шлицевые соединения. Дифференциал задний. Просто надо масло поменять. Так, резина. Резина и колеса. Вот колеса это важно. Сейчас посмотрим. Так, а вот оригинальная есть BMW. Так, оригинальная BMW. Отлично. Наверное, 19-й, да? Сюда просто вкатить. Ну, 20-й слишком много. Но 19-й круто будет смотреться. Так, и надо их немножечко, наверное, проставочками вот так вот раздвинуть. Чтобы они прям смотрелись хорошо. Так, теперь, что касается резины, ширины вот сзади. Так как привод задний, по идее, надо пошире, наверное, вот. Ну, типа вот такие какие-то поставить. Так, спереди норм. Ну, спереди, да, обычные колеса. Теперь резину саму. Ну, по идее, у нас сейчас зима. Лучше зимнюю, конечно, поставить. Вот зимняя такая, хакапелита. Да. Так, ну, уже неплохо, кстати. Уже неплохо получается. Здесь все есть. Так, тогда устанавливаем конфигурацию. Сейчас будем ее красить. Тени, конечно, вагон это все стоит. Но я думаю, что сейчас она вообще новыми красками заиграет. Так, теперь дизайн и раскраска. Да, давайте мы ее покрасим, пожалуй. Так, сейчас посмотрим, как вообще у нас это будет дело выглядеть. Диски по-любому нам не черные надо, а какие-нибудь серебристые. И машина, наверное, как... Вот, да! То, что надо. Цвет прямо... Цвет... Бомба, если честно. Ух ты! Ух ты! Как выглядит сочно! Так, а как бы... А как бы, как бы... Это один, типа, цвет, да? А как второй нам сделать? Вот это цвет! Очень классный цвет. Ну, синий, типа, такой тоже можно сделать, но... Ну, вот красный такой, конечно, это будет вообще... Пушка-бомба. Так, ну-ка. А это что за цвет сейчас? Типа, основной цвет? Ну-ка, если красный сделаем сейчас. Такой, да. Окей. А цвет искр... Тоже красный. Или, может быть... Может, чуть-чуть вот такой, с таким отливом, типа? Вот это, по-моему, цвет пушечный получается. Так, я, пожалуй, этот выбираю. Так, что касается... Стекол нам надо притонироваться, мне кажется. Стонировка все-таки поинтереснее будет смотреться. Так, диски. Посмотрим особые цвета. Карбон, варбон нет, конечно же. Наверное, мы их попробуем матовые. И... Вот такие вот сделаем. Более... Более белые. Так, отлично. Что касается деталей, мы их, естественно, в цвет оставим. Ну и, в принципе, все, я думаю. Я думаю, все. Согласитесь, она прям преобразилась. Совсем другая машина стала. Сейчас надо обязательно прокатиться и понять, как она вообще едет. Я надеюсь, что она очень хорошо сейчас будет ехать. Нет, прям хотелось бы, конечно, чтобы она прям... У-у-у-у-у-у. Звук поменялся реально. Звук прям поменялся. Она не пердит уже так, как пердела до этого. Так, ну-ка. Внешне. Какая краска. Блин, какой же цвет крутой. Вы посмотрите просто на этот цвет, а. Как он выглядит. Как он выглядит. Офигеть. Это, пожалуй, лучший цвет, который я когда-либо видел. Как же она выглядит классно теперь. Я боюсь нажать на газ, если честно. Я боюсь, что что-то с ней произойдет. Ну, надо попробовать. Ладно, сейчас мы выйдем на... На дорогу. Сейчас выйдем на ту напрямую и попробую. Двигатель совсем по-другому работает. Блин, мне страшно. Мне прям страшно, ребята. Просто жесть. В пол нажал. Сотка есть. 160. Да ну нафиг. Она реально едет очень здорово теперь. Как-то так слишком быстро, по-моему, разгоняется. У нее спиддомтер до 300. Что, так можно было, что ли? Так, ну-ка. Мы можем бернаут? Походу, дело, можем. Только назад я почему-то тронулся. Так, ну-ка. Хочу на бернаут посмотреть. Можем или не можем? Ух! Вы видели? Там отстрелы огня просто из глушака идут. Вот вам и выхлоп поменял. Видимо, какой-то прямоточный там должен с завода быть. Так, зимняя резина. По идее, должна же держать в повороте, да? Мы не должны скользить? Хоть и задний привод. Очень быстрая машина стала. Елки-палки. Куда мы так педалим? Надо... Надо ехать туда сейчас на трассу и попробовать просто прохватить, сколько она вообще поедет теперь. На любых оборотах идёт. Реально круто. Вот Мазда, да? Цвет типа красивый у Мазда, но у нас гораздо красивее цвет. Прям такой горит. Горит аж на солнце. Так, нет? Да, следующий поворот, точно. Она сейчас и переключаться как-то стала по-другому, коробка. Типа, если топишь, она прям держит. Если нет, то нет. Так, ну что, я готов. Попёрли. Просто на спидометр, смотрите. 180. Так, прям между машинами еду. 200. 220. 240. Ох, подкинуло как сейчас. 260. 280. Неужели 300 будет? Почти положил. Давай. 300, да, 300 сделал. Жёстко. Вот это она едет. Вот это она едет. По-моему, это ещё не предел. Просто страшно стало. С любых оборотов набирает, а. Какая же она классная. И выглядит так красиво. Вот даже немного запачкался задний бампер. Ну просто цвет настолько красивый. Я даже не думал, что, типа, вот та убитая тачка может превратиться вот в это. Это просто настоящая, настоящая песня какая-то. Очень красивая машина стала. Всё, попёр, попёр. Злая, злая тачка. Очень злая. Грязноватая, конечно, сейчас она. Но просто такой вид у неё. Космос. Так, ну-ка. Сейчас будет жёсткий старт. Прям зашлифовывается нереально. На, просто. Нету соперников здесь. Ой, чё здесь такое? Чуть ДТП не образовалось какое-то непонятное. Ух. Ух. Да, конечно. Дрифтить я просто не умею. Как он перелил сейчас свет здесь красиво. Вот это да. Посмотрите просто, какого она цвета шикарного. Не, я просто в шоке. Я в шоке с того, как она выглядит. Это супер тачка получилась. Ребят, сегодня вот такая вот у нас интересная рубрика. Если вам понравилось такого рода восстановление тачек, ну, типа, как РП, такой режим небольшой, да, напишите об этом в комментариях. Если вам понравился вообще метод восстановления и как она выглядит в итоге, обязательно поставьте лайк, не забудьте подписаться на канал. Всем пока.